народ всем здорова выдалась от минутка решил по быстренькому это видосик записать значит по поводу каменс который делал на вольбе камен закончили значит там очень много нету не снято видео поэтому будет непонятка решил просто объяснить и потом показать кусочки которые доснимал значит поставок мы собрали весь двигатель мы выехали серега и на парковку доехали до прицепа то есть буквально здесь не знаю миль 5 может быть километров семь восемь и двигатель стал сильно так наживу он как будто тяжело ему стало крутиться появился какой-то скрип такой знаете скрежет непонятным сразу заглушили его было принято решение снимать поддон потому что понятно было что-то там внутри то есть что тот как-то тяжело крутился то есть понятно было что-то с коленвалом ли какая-то проблема то сразу же на парковке сняли поддон начали проверять вкладыши и значит мы сняли шестой и когда мы сняли пятый он провернутый был какова была причина друзья когда мы собирали двигатель у нас крышки лежали отдельно что-то ныли же лежали отдельно каким-то образом они перемешались и пятая крышка пошла на шестой шатун шестая крышка пошла на пятый шатун когда мы все собрали уже было поздно темно и к сожалению я не проверил по номерам столько понадеялся что все лежало правильно то есть как бы по своим может как по моей вине то есть это и была моя вина то что я не проверил я должен был проверить хоть мы с серёгой вместе это все делаем помогал но все равно так как я не соответственно за ремонт этого двигателя я должен был проверить каждый номер на крышках мы не не на пронумеровали его там номера были выбиты на каждой крышке номера я не проверил и когда мы сняли шестой номер не совпал и сразу начали проверять и нашли на пятом другой номер как бы следующий все равно надо было снимать и оказалось там другие номера то есть мы когда сняли пятый вкладыш буги льда или крышку вкладыш провернулся внутри внутри провернулся оси то есть вон как бы провернулся внутри шатуна и также провернулся внутри коленвала то есть получается все там вместе крутилась вот так вот не то что он прилип к полина коленвала и коленвал его по шатуну гонял да а получается коленвал в нем крутился и еще его крутил вокруг то есть убила коленвал убила шатун вкладыш понятное дело тут говорится и и разговора быть не может поэтому к сожалению пришлось все заново разбирать потому что ничего не сделаешь все это я посмотрел там чистить или пытаться его восстановить на просто нереально поэтому сразу же в этот вечер мы приволокли вольву назад зацепили просто тросом приволокли ко мне на двор на следующий день мы сняли движок ребят за два часа серегой поставили рекорд машина вся была в сборе бампер все было сборе два часа мы сняли бампер сняли капот сняли все радиаторы все соединили полностью и вытащили двигатель на улицу уже ровно за два часа прикиньте новые рекорды бьем значит все разобрали достали коленвал позвонил в шап который делает нашел нашли мы шап который занимается коленвалами коленвалы также точат в америке друзья это редко но точат да то есть как бы я думал что вообще их никто не делает это занимаются этим тоже есть есть такое дело значит точат на больший размер вкладышей на то есть толще вкладыш и меньше коленвал становится но но каменс как всегда хороший двигатель очень удивил коленвал на каменс не точится если хоть чуть-чуть нагревается его говорят могут расточить но он ходить не будет он навернется сразу то есть мне сразу сказали что если сильно глубоко его пара подрал а то мы можем расточить но никакой гарантии как только с нашу шап он выехал никакой гарантии не будет потому что он работать не будет на детройт точатся без проблем коленвалы накид арпеллер точатся без проблем коленвалы накид на каменс не точится у него сильно какой-то идет мощный каленый материал и он не точится поэтому еще проблема я думаю найти вкладыши на эти коленвалы так они не точатся вкладыши найти другого размера ну я даже не узнавал вкладыши все начали искать коленвал спасибо егор огромное то что у него был двигатель кто не смотрит его канал или не видел я ссылочку оставлю в описании и также в конце этого видео будет эмблемочка где можете нажать и подписаться на его канал посмотрите его канал у него кенворд 600 660 кенворд если я не ошибаюсь двенадцатого года двенадцатого года он поставил себе двигатель с четырнадцатого года а этот двигатель он снял тоже каменс именно камен рейл да то есть одиннадцатый год и выше даже десятый там какая-то часть десятого года и и выше они пошли уже камен рейлы мы с ним договорились этот двигатель не укупить как корда то есть у него там упал клапан не клапана упала форсунка но коль носик форсунки упала разбил там клапан головку то есть поршневую там один цилиндр сильно разбил и как получается там он поснимал с него кучу вещей и мы забрали этот блок там головка блок все вместе был но на видео вы видите все это дело я забрал этот двигатель у него отец был не очень далеко в том районе он взял груз прям рядом с его домом разгрузился там буквально 100 миль до вернулся забрал этот двигатель загрузки груз взял и приехал домой привез нам этот двигатель мы раскидали цели оттуда коленвал поставили в этот двигатель коленвал все собрали заново все перепроверили поставили вот на серега на сегодняшний день только что ему звонил он прошел уже на этом двигателе 23 тысячи миль если вам перевести это на километры значит умножаем на 1 и 6 значит 30 почти 37 тысяч километров прошел этот двигатель все говорит отлично машина масло уровень держит идеального не уровень а давление держит идеальное он уже три замены масса дело одно сразу замена там чуть проехал потом две сделал по десяти тысяч миль замены масла вот так что пока бегает все хорошо слава богу все отлично значит как все это дело разрулилась я вам в конце этого видео будет значит лист всего сколько было потрачено денег значит сколько серега потратил денег на весь этот ребилд это включая сцепление то есть все там все что покупали мелочевки как бы по любому какие то деньги заплатил бы за ремонт двигатель мы всем договорились но из-за того что произошла вот такая вот проблема катастрофа так можно сказать то что это реально разрушился весь двигатель а я не взял сереги ни копейки денег то есть я искал что так я не проверил эти вкладыши не вкладыши а крышки пусть это будет моя вина и я сделал сереги полностью машина бесплатно абсолютно не взял с него ни копейки за ремонт никакой а также не взял ничего что привозили двигатель а что отец привез с этого а значит как я уже сказал я сделаю вам в конце видео описание сколько было потрачено и маленький в конце еще а параграф сделаю того что сколько стоило после того как мы уже втопав вторичный ремонт двигателя то есть там обошелся где-то в районе двух с половиной тысяч долларов блок нам и город дал за тысячу долларов этот разбитый двигатель а вот у скалинвал получается тысячу долларов стал плюс прокладки новые мы также поменяли все вкладыши заново потому что стружка очень сильная крупная такая здоровая там куски я не помню снимали мы или нет момент может не быть видео но много такой огромной стружки попала в двигатель она по всем каналам пошло и попала во вкладыши там пару попара это не во все но в некоторых вкладышах попали кусочки стружки и поцарапала вкладыши поэтому не стали рисковать все новенькие вкладыши опять положили все остальное оставили все родное но понятное дело все прокладочки поменяли уже переднюю прокладку новую купили паша снимали все шестеренки все все полностью разбирали блок был абсолютно голой но так все сделали все отлично и все получилось за в течение семи дней то есть после того как вкладыш провернула через неделю серёга уже уехал в рейс то есть за шесть дней мы сделали на седьмой день он уехал работать и также я уехал работать вы видели все мои рейсы после того что такая вот печалька ребят произошла но все нормально все это дело разрулили все сделали так что серёга доволен катается все хорошо и все равно даже с тем что пришлось переделать двигатель второй раз все равно ремонт обошелся довольно таки нормально другие шапах могли снять нам много ну ему мог если он кому-то дал бы ремонтировался он бы намного больше отдал денег за ремонт именно за такой ремонт который мы сделали то есть вытащить двигатель поменять цепление все проточить все сделать все 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 прокладочки абсолютно то что блок был голый понимаете такая работа только работа я думаю стоит в районе 9000 долларов чтобы вытащить двигатель с машины полностью его перебрать полностью сделать сцеплением со всеми делами только работа и поставить его обратно все собрать я думаю это минимум девятка будет стоить только работа плюс включая запчасти вот поэтому такие вот дела друзья извините что долго видео не выходило на то были свои причины плюс я хотел подождать вам подольше чтобы машина походила посмотреть как себя ведет двигатель и все такое чтобы что было вам сказать но я очень хорошо так сказать принял очень дорогой хороший урок из этого всего и теперь каждый двигатель который разбираю есть метка нет метки я все промечаю сразу бухгеля крышки вставлено на шатуны они у меня раздельно больше никогда лежать не буду то есть для себя я так сказать просто можно сказать школу купил да то есть я отремонтировал двигатель бесплатно это была моя школа вместо того чтобы кому-то пойти заплатите я просто сделал человеку двигатель бесплатно но все хорошо у нас получилось в том смысле как бы уже концовка все было отлично все четко машинка работает такие вот дела но смотрите ролик ребята спасибо что смотрите подписывайтесь не забывайте в инстаграм также у нас группа в фейсбуке в контактах следите в инстаграме потому что там выходит все в реальном времени то есть все фотографии что я делаю в данный момент я фотографирую сразу выставляю то есть те люди которые сидят в инстаграме они уже видели все то что мы меняли коленвал на блоках еще два месяца назад то есть все это было на инстаграме поэтому кого есть инстаграм подписывайтесь друзья не забывайте все ссылочки в под видео в описании там вы найдете инстаграм найдете группы все это дело есть там огромное всем вам спасибо друзья так что ожидайте новых роликов много интересного будет ну а Продолжение следует... 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 по-русски это как она называется гильза гильза не хочу край гильзы трогать когда обрабатывать чищую поверхность ну не хочу трогать она настолько идеальная что я не хочу трогать поэтому я обклеиваю сейчас я весь дек пройдусь и все и мы будем полностью до конца разбирать снимать коленвал и будем промывать весь блок потому что когда провернула вкладыш пошла большая стружка на ну по всему этому по всему двигателю пошла большая стружка я опять же поговорил с людьми которые имели experience с провернутыми вкладышами они сказали все то есть это уже более серьезно серьезная проблема потому что насос прогнал стружку от вкладыша по двигателю то есть когда мы делали растачивали все было поверхностно протерли все все вычистили все отлично было а вот когда провернул вкладыш все масло попадает сразу берет во всем этим всем вкладыша будем делать капитальный капитальную чистку двигателя движок едет пацаны вот как раз не а не будет пускаться никуда то а и на этом спускаться все посмотрим вот он движок наш приехал сейчас быстренько скинем его и а и и и Везем движок Прибыл другой двигатель Еще раз убеждаюсь, друзья Не имейте 100 рублей, имейте 100 друзей Огромное спасибо Егору Из ТНС Моему очень хорошему другу Многие из вас, я знаю, подписаны на его канал У него есть свой канал Путевые заметки Я в описании оставлю Под этим видео в описании Оставлю ссылочку на его канал, посмотрите Он очень редко снимает Но иногда снимает интересные вещи Вот этот двигатель был на его Кенворте Который я делал обзор Еще тогда он стоял на нем Потом Сломался он Форсунка, я так понимаю, обломалась И упала в поршень Вместо того, чтобы поменять Сделать его, решили поменять весь двигатель У него была Такая Возможность За хорошую сумму купить другой двигатель И он его поменял Поэтому к нам пришел этот двигатель Мой отец его забрал, как вы видели И привез его Вот он двигатель Который мы запороли Весь полностью разобранный Остался только кулер И охладитель масла Все Больше на двигателе на этом нет ничего Ну и гильзы мы не стали вытаскивать Вытаскивать Они просто в идеальном состоянии Понятное дело Вот Только поставили поршневую Значит, вот он этот Вкладыш, который провернуло Номер 5 Значит, что произошло, друзья У нас вот так вот стояли все поршня Но как они лежали все по очереди Вы видели на видео Каким-то образом Перепутали вот эти крышки Я их не проверил хорошо И можно сказать, по моей вине Произошла эта беда Провернуло пятый вкладыш Потому что крышка с 6 вкладыша Стояла на 5 вкладыше На 6 вкладыше Она была более свободная Поэтому он не провернулся А на 6 она была зажата На 5 она была зажата И его провернуло полностью По своей оси Получается, два шатуна готова Потому что крышка с 6 убита И пятый убитый Получается, два шатуна надо менять Но мы будем шатуны ставить Двигателя, который только пришел Потому что там пробег всего лишь 490 тысяч миль Много чего будем с него ставить Я вам все покажу, объясню Вот Поэтому Потом я только, конечно, увидел Ну, друзья, опыт приходит со временем Поэтому Очень дорогая школа Вот Но все равно За счет Моих друзей Хороших Вторичный ремонт Обойдется Просто за копейки Можно сказать Реально Можно было попасть Нам большие деньги Но все же Крышки, оказывается Все пронумерованные Идут с завода Те, кто не знают Я вам покажу Потому что я сам об этом не знал Как-то не обратил на это внимание Просто спешка Хотелось побыстрее все собрать На каждом этапе какие-то проблемы были И поэтому Немножко как-то мы Провтыкали Скажем так Ну Что случилось Что случилось Господа Не буду В это вникать Сильно В общем Приняли решение Значит что делать Так как пошла стружка От этого Кладыша По всей системе Полностью разобрали Весь двигатель Вытащили коленвал Сейчас Сниму Кулер Охладитель Масла Сниму Полностью Промываем весь блок Все Масляные потоки Все-все Промываем Вытаскиваем коленвал Промываем коленвал Тот На всякий пожарный И ставим уже коленвал В этот блок И начинаем его сборку Главное быть очень внимательным То есть Подвела Невнимательность Друзья Все бы работал Двигатель работал идеально Вся поршневая Все четко работало Просто К сожалению Из-за Перепутывания От этих Вот То есть Невнимательности Произошла Вот такая Вот Трагедия Вот В этот раз Я буду Десять раз Внимательный И Моя еще была проблема Друзья Так чисто Дам совет Со своей стороны Я знаю Что все этот совет знают Но Почему-то я немножко Пренебрег этим советом Подписывайте все Господа Есть там подпись Нету подпись Не имеет значения Подписывайте Абсолютно все На каждом На каждой крышке Коренной На ней Есть свой номерок Вот здесь вот Но Я даже не стал На него полагаться Я написал свой номер Написал стрелочку Хоть и стрелочка есть Теперь Как бы Имея школу Все подписано Даже Рокера Я все подписал Где какой был Первый рокер Он потек Но он виден То есть Седьмой Извиняюсь Седьмой Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Все рокера Первый, второй, третий, четвертый, пятый То есть Куда идет перед двигателя Вот он первый Вот она Фочка Это значит Фронт двигателя На камере Не видно Желтый цвет Сильно Хорошо Также Все эти Я подписал Но уже Смысла нет Эти два Испорченных Это первый Как бы Я не стал их подписывать Смысла нет Мы все наставить не будем Я эти я подписал Даже просто Подписал все кольца Они уже притерлись Как бы Уже немножко поработали Какое-то время В каждом Своем цилиндре Мы также Все кольца Прописали Верхние Которые идут В поршневую Какое кольцо Куда идет То есть Все Вот эти вот Инжектора Да Форсунки Масляные То же самое Все подписали Все подписано Господа Все абсолютно Подписывайте Все Даже если подписано Еще сверху Напишите Пусть будет Таким образом Вы уже Не ошибетесь И не сделайте Такой ошибки Которую Сделал я Поэтому Внимательность Внимательность Еще раз Внимательность Все перепроверять По несколько раз Как я буду Разбирать этот двигатель Я думаю Смысла нет вам показывать Вы уже видели Разборку двигателя Томить вас не буду Сейчас я Все разбираю Пока Серега Поехал Забирать запчасти Мы купили Все новые вкладыши Взяли прокладку Под головкой Взяли переднюю Прокладку Под переднюю крышку Задняя у нас Новая стоит Мы ее будем ставить Взяли крышку Прокладку Под охладитель Масла Также здесь Помпа устанавливается Взяли все резиночки Для помпы Что еще мы взяли Ну все Я думаю Это все что мы взяли Это то что нам надо Вот Поэтому Все эти новые вещи Поставим Уже не будем рисковать Там хотя вкладыши На все коренные вкладыши Выглядят отлично Но кое где попала Немножко стружка Но ничего серьезного Но все равно Они стоят 250 долларов Я думаю Что экономить 250 долларов Потом запороть двигатели Я думаю Это очень глупо Поэтому Все взяли Новое И все вкладыши Все промоем Прочистим И будем все собирать Перебрал полностью Все шатуны Взяли с этого двигателя Что у Егора С донора Будем его так называть Поршня наша А шатуны его Так как на них пробег меньше Что еще Сейчас будем вставлять поршня Переворачивать двигатель Вчера Одели коленвал уже Сильно раскрывать не буду Потому что все вымыли Друзья Так вымыли Как никогда Весь блок Зачистили Ну все вот эти Посадочные места Под прокладочки Все зачистили Весь блок Вымали Идеально Все вымыто Все поршня Все Шатуны Все 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 Вымыл Потому что Чтобы нигде стружка Не попала С поршня Ничего Вот Сняли Значит Oil cooler Масляный Охладитель Охлаждение масла Которое идет А где он серый Вот он серый Весь его вымыл Продул Опять же Видите Все зачищено Под прокладочку Новая прокладочка Пойдет Все вот эти вот места Где именно идет Масло Обязательно Все промыто Также он снял Весь Сам охладитель Полностью его промыл Внутри Продул Всю стружку Максимально Убираем Которая шла С провернутого Вкладыша Сейчас мы убираем Этот коленвал Отсюда И переворачиваем Двигатель Вставляем поршня Потом Все их Закручиваем Все прокручиваем Коленвал Проверяем все И начинаем Полную сборку двигателя Друзья Теперь Видите У нас все Везде подписано Каждый Поршень Шатун Где экзаст Где номер идет Также поршень Сейчас вам покажу Мы вставляем все Каждый поршень В свое Старое место Потому что он уже Немножко поработал Там Несколько миль И уже притерся Смотрите Экзост То есть у нас Выхлоп там Да Стрелочка туда Шестой цилиндр Все строго Каждый поршень Делаем полностью Все по отдельности Никакого Чтобы не было Путанец Я доработал Свою инструментик Сейчас Готов? Ага Что, уперся? Нет Уперся? Нет Уперся Это самый хуже был Честно вам скажу А, не считаю Это первое До того, как мы доработали инструмент Самый худший Который сел Эти вот так садились Даже не ударяй Так, просто нажимаешь Он шпок туда Посмотрите Мы Обязательно Закончили Поршень Опускаю его вниз Смотрите Как коленвал Сейчас скрутится Полностью Все поршня на месте Вся поршневая на месте Нормально Мы полностью опускаем Все Все крышки Все крышки Пронумерованные Это номер 6 Стрелочка туда То есть она ставится Вот так вот будет Вот Нет, вот так она будет ставиться Вот Вот так она будет ставиться И вот номерочек Видите здесь Е Это на сексоз Там на самом Этом дорисована Буквка Я Еще раз 997 Q997 Вот он номер Который мы тогда Провтыкали Вот он Q997 Они пронумерованы Все Одеваю вкладыш Чтоб у меня ничего не стояло Сразу Каждый прям По очередности Больше Чтобы не сделать ошибки Которые Я допустил Масается раз Не жалею Так сказать Раз Все Вес вкладыш мокренький Буквка Е Цифры все Сходятся На этой стороне Подаем Затем Все болты Помытые Болты тоже С этого Двигателя На котором Меньший пробег Болты Ребят Не надо менять Многие писали Надо менять Болты Примеряются Чтоб они были В Правильном размере 3 Инчи 96 Сотых То есть 3.96 Они должны быть В В этом В спеках Если они в спеках То их менять не надо Так говорится В книжке камня Я там не вижу Дети Сразу в эту сторону Все Сейчас он закрутит Потом мы только торком Протянем Смотрите Как крутится Двигатель Все они затянуты Сталетиком пока Смотрите Смотрите Как он крутится Прикиньте Это вообще Просто Мягенько Мягенько Крутится Так Тебе надо вниз Да Опусти Этот вниз 6 Я хочу Чуть Чуть Со стороны На сторону Подвернем Чуть Проверить Сейчас мы Немножко Эти Есть Красота Вот это Он сейчас Крутится Просто Песня Весь блок Все промыто Друзья Вот здесь Подача Подача Масса На головку Раз Подача Масса На головку Два Подача Масса На головку Три Подача Масса На головку Четыре Это идет Обратка Это идет Обратка Она по прямой Идет на поддон Вот эти каналы Идут от начала До конца Абсолютно В ней прорез Сюда Идут Насквозь Это главное Отсюда Магистраль Давит Масса Смотрите Вот она берет Отсюда принимает Масло Нет Извиняюсь Отсюда принимает Масло С помпы Идет вниз Сюда Накачивает Она идет Здесь в канале Про Охлаждается Вот в этом Охладителе Который я вам показывал Ранее В нем охлаждается За счет антифриза Затем давит сюда Идет вот в эту магистраль Это главная магистраль Почему здесь не заваренная Это еще один плюс Потому что здесь она по кругу Обходит И здесь по кругу То есть она ударяется И мгновенно Одновременно летит В обои стороны Обходит И возвращается В эту Подачу То есть здесь Два канала идут То есть Первый давит Отсюда начинает давить Масло Потом отсюда давить Начинает масло Также Здесь вот она еще Подача Она врезана Теобразная Врезана масло Потому что я все промывал Я всю эту систему изучил Наизусть Это давит сюда Которая идет На шестеренку Она крутится Чтобы Внутри Шестеренок Находится Вкладыш Такой круглый Втулка Здесь втулка Здесь втулка Она также давит сюда Здесь Стоит Уже Такая Как вам сказать Я вам показывал Из стекловолокна Втулочка Такая Она уже Здесь просто Смазывается Все маслом И она Попадает На эту втулочку И смазывается То есть У нее нету Прямой подачи Далее Это у нас Вода На этой стороне Она просто Сюда заходит И сюда уходит То есть Здесь никаких Этих нету И все Эта масса Которая Находится В головке Что она Через эти Тоненькие Отверстия Давит Все находится В головке Там она Все смазывает Потом Уходит Все в обратную Также Друзья Вот этот Вот канал На этой стороне Если я не ошибаюсь Надо залезть Под низ Я вам точно скажу Но Давайте Будем Думать Что с этой стороны Хотя Сейчас Я вам точно скажу С какой стороны Он находится С этой стороны Одно А с этой стороны Окей Значит Смотрите Также Когда надавить В этот канал Вот в этот канал С этого канала Идут Вниз Канавки Которые Подают Масло На Инжекторы То бишь Вот эти Орпицы Которые мы будем Сейчас устанавливать Когда будем Протягивать Торком Вот они Инжектора Они стоят У нас тоже Они все пронумерованы Но они Обязательно Пронумеровать Инжектора Давит На них Масло И они Плюют масло На поршневую Охлаждая И смазывая Поршневую Это находится На этой стороне Блока На этой стороне Блока Когда давит Масло В этот канал Она давит Вниз В коленвал В коленвале Идите сюда Смотрите В коленвале Вот это Главная шейка На которую Приходит Масло Она сюда Приходит Давит его сюда Отсюда Она давит Его Вот сюда Видите На шейке Шатунной Всего одно отверстие И оно просверлено Вот таким вот Боком Вот Если не ошибаюсь Вот с этой стороны То есть отсюда Туда Да Нет Отсюда Вот сюда Вот так вот Она просверлена Вот так вот И это насквозь В главном Насквозь Снизу И сверху Она смазывает Себя Также Принимает Масло И смазывает Принимает Смазывает И она давит Сюда Шатун Смазывается Внизу Также Нижний Вкладыш Смазывает Шатун Почему Почему Я немножко Это дело Изучил После того Как у нас Все это Произошло Почему Происходит Значит Правильно Почему Шатуны И поршня Должны стоять В правильном направлении Потому что Когда крутится Каленвал По часовой стрелке Вот это вот Отверстие На шатуне С этой стороны У него Находится Масляный Масляный канал То есть он более С другой стороны То есть когда крутится Шатун Он выдавливает Понимаете Так Раз Масло Раз Масло То есть он будет С этой стороны Он его будет Вытягивать То есть он крутится Раз масло Даванул Даванул Он пошел вверх По шатану И уже Смазывает Непосредственно Сам палец И вот таким вот Образом От одного Отверстия Помпы Вся вот эта Система Как Этот Как она Как паутина Вся расходится И все смазывается За счет Когда он вращается Везде Вот по этим каналам Я их все Продул Дождь Холод А мы пытаемся Каминс Завести Сейчас прокачиваем Соляру И будем пробовать А? Давай Вот этот прокачает На следующем Ну что Пробуем? Давай Вот и завелся Едем Вроде все Отлично Пока Только Выехали 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 спидворнинг превышаем скорость сейчас зацепим прицеп попробуем с прицепом нагрузочку ему сразу дадим ребята идем по хайвею 60 все четко серый как идет нормально пока пока хорошо все все друзья тест драйв окончен все работает отлично у нас дождь погода плохая там видите хайвы проходит и мент вон он подъехал там авария какая-то серьезная все перекрыто все отцепляй да ремень перестал пищать работает ровненько масло чуть-чуть даже лучше чем раньше было уровень не уровень а давление друзья спасибо что смотрите не забываем подписываемся на инстаграм группы дальнобой лайф контакта дальнобой лайф фейсбуке участвуем всем всего хорошего пока пока не забывай все все что все в